Задача 315 119. Найдите корень уравнения. 1 делена на 3х минус 4 равно 1 делена на 4х минус 11. То есть запишем две дроби. Первая дробь числителя единицы в знаменателе 3х минус 4. Вторая дробь единица разделить на 4х минус 11. Мы знаем, что если при равенстве двух дробей равны числители, то тогда должны быть также равны и знаменатели. Отсюда следует, что мы должны приравнять знаменатели, а это значит 3х минус 4 должно быть равно 4х минус 11. И еще нужно не забыть обязательно дописать условия существования каждой из данных дробей. То есть каждый из знаменателей не обращается в ноль. Каждый из знаменателей. Но поскольку у нас эти знаменатели равны друг другу, то достаточно потребовать, чтобы хотя бы один из них не обращался в ноль. Тогда второй будет не обращаться в ноль автоматически. Давайте попроще выберем какой-нибудь знаменатель. Я думаю первый. То есть 3х минус 4. И допишем 3х минус 4 не равно 0. И добавим вот сюда в систему. То есть эти два условия должны выполняться одновременно. Действительно, посмотрите. Если 3х минус 4 не равно 0, то так как 3х минус 4 равно 4х минус 11, то естественно и правая часть тоже не будет равна 0. Потому что она равна левой части. Таким образом нам достаточно потребовать, чтобы первый знаменатель не обращался в ноль. Этого достаточно. Решаем. Переносим все, что связано с х влево. Тогда у нас получается 3х минус 4х. А числа вправо. Тогда справа у нас будет 4 с плюсом пойдет, да еще минус 11. Далее. Одновременно давайте и со вторым условием разберемся. 3х оставляем слева. Не равно 4. Кому не нравится с неравенством работать? Может временно заменить это неравенство на уравнение, то есть на равенство. Решить, а потом то, что мы найдем, исключить. То есть записать не равно в конечном итоге. То есть работать как с уравнением, а потом исключить. Разницы нет. Итак. Тогда получаем 3х минус 4х. Это минус х. Минус х. Равно 4 минус 11. Это получается минус 7. Минус 7. Во втором делим обе части на 3. Получается 4 третих. То есть х не равен 4 третим. Далее. Теперь умножаем первое равенство на минус 1. Получается, что х равно 7. Ну а второе так и перепишем. Х не равно 4 третим. Поскольку 7 не равно 4 третим, то это значит число 7 является корнем данного уравнения. И это значит, что в ответ мы должны записать число 7. Пишем ответ. 7 задачи решено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok